Впервые в России слово «паспорт» как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в указе Петра I от 11 сентября 1719 года. Именно император возложил на полицию обязанность выдавать документ тем, кто въезжает в Россию. Со временем методы работы службы совершенствовались, накапливался опыт, позволявший своевременно реагировать на все изменения в миграционной политике. Хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником, пожелать всем здоровья, успехов трудовых, удачи, благополучия в семьях, ну и, конечно же, отличного настроения. Сегодня подразделения по вопросам миграции решают такие задачи, как оформление и выдача документов на въезд в Россию для иностранцев, прием в гражданство РФ, выдача документов для иностранных граждан на проживание и временное пребывание в России, а также на осуществление трудовой деятельности. Предоставляется здесь исправочно-адресная услуга. Здесь же оформляется главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Если через портал госуслуг подано заявление, то госпошлина оплачивается в электронном виде в сумму в размере 210 рублей. Соответственно, если гражданин оплачивает не через портал госуслуг, то сумма госпошлины 350 рублей. Отдел по вопросу миграции работает для вас, для того, чтобы сэкономить вам время, чтобы облегчить вам задачу в получении нужных вам документов. Юлия Мартынова сегодня пришла с мужем в миграционную службу оформить регистрацию по месту жительства. Продали квартиру, купили новую и с пропиской решили не затягивать. В семье маленький ребенок и без регистрации, признается женщина, никуда. Чтобы ребенок мог ходить в садик, чтобы посещал поликлинику, школу, чтобы получать все выплаты, пособия, ну и, как говорится, быть законопослушным гражданином. Миграционная служба занимается и надзорной деятельностью. Рейда по выявлению незаконного трудоустройства и регистрации иностранных граждан специалисты проводят регулярно. Когда мы выявляем данную категорию граждан и привлекаем их к административной ответственности. В случае необходимости выходим в суды для вынесения решений об их выдворении за пределы Российской Федерации. Свой профессиональный праздник сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России отмечают на рабочих местах. Миграционной службе российской полиции исполнилось 303 года. За это время ее структура, функции и полномочия претерпели множество изменений. Незменным осталось одно – беззаветная служба и неравнодушие к нуждам людей. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.